Декабрь уже на подходе, а это значит, что до зимнего крупного обновления для GTA Online осталось совсем чуть-чуть. Rockstar не спешат делиться новой информацией, но тем не менее, где-то что-то по маленьким крупицам появляется в интернете, и я собрал всё это в один ролик и готов с вами поделиться. Неужели это будет последний апдейт для PlayStation 4, какой контент стоит ждать в игре и чем вообще удивят Rockstar? Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра! Устал уныло фармить деньги в GTA Online, дабы позволить себе новую машину или недвижимость? Переходи в мою личную группу по накрутке, где максимально быстро, качественно и безопасно мы прокачаем твоего персонажа на 100%. Хит-продаж, набор «Всё за 700», в него входит любой уровень, любое количество денег, а также открытие всех доп. услуг. Наша гарантия качества — это тысячи довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Накрутка доступна как на ПК, так и на всех актуальных консолях. Ссылки, само собой, в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Начнём с того, когда стоит ждать выход обновления. Как обычно, рассчитываем на середину декабря, то есть уже буквально через месяц. Точной даты сказать, к сожалению, не могу, но, скорее всего, это вторник, 13 число. Рокстар почти всегда выпускают DLC по вторникам, а зимний — в 15-х числах декабря, поэтому 13-е число — по сути идеальная дата. Что касается анонса, когда его стоит ждать, на этот вопрос совсем недавно ответил всем известный инсайдер Тесфанс. Ивент с ограблениями, который прямо сейчас проходит в GTA Online, заканчивается 24 ноября, то есть примерно за три недели до выхода апдейта. Учитывая, что уже в этом декабре GTA Online на ПК может поступить в продажу как отдельная игра, то бишь без одиночной кампании, на фоне этого анонс DLC должен состояться за неделю до его выхода, как и в прошлом году. Соответственно, если обнова выходит 13 декабря, не точно, конечно, но допустим, то первую официальную информацию вместе с трейлером мы получим за неделю до этого и никак не раньше. По крайней мере, так считает Тесфанс и точно так же было в прошлом году с обновлением контракт. Конечно, будут какие-то сливы инсайды, но ничего официального от самих Рокстар до этого момента ждать не стоит. Ну а теперь самое сложное и непонятное — о чём вообще будет апдейт. Недавно один парень на GTA Forums написал следующее. Что мы на самом деле ожидаем от DLC? Больше ограблений? Я надеюсь, что это будет что-то вроде второй части Судного дня, и мы получим больше забавных игрушек. Бесконечные суперкары уже реально надоели. На что инсайдер Тесфанс ответил следующим образом. На самом деле нет ничего, что указывало бы на то, что следующее DLC будет ограблением. Окей, ограблений не будет, ну а что тогда? Просто новые тачки какие-то мини-миссии а-ля как это было в летнем обновлении? Тесфансу задали вопрос касательно возвращения Майкла, и вот что он ответил на этот счёт. Первое. Год назад в обновлении «Контракт» был момент, когда мы на машинках для гольфа проезжали мимо киностудии. Франклин чётко сказал, что здесь работает его друг. Он продюсер. Очевидно, что речь идёт про Майкла. Примерно то же самое было в DLC Каю Перика. Нам показали камео Доктора Дре, и только через год он появился в новом обновлении. Точно так же может произойти и с Майклом уже в этом декабре. Второе. В файлах игры есть ID скриптов, и проблема в том, что скрипт 265 просто-напросто не существует. 264-й относится к VIP-контракту номер 1, то есть к контракту Доктора Дре, соответственно, есть шанс, что несуществующий 265-й скрипт должен относиться к VIP-контракту номер 2, а-ля обновление «Контракт» часть 2, где главным героем как раз-таки может стать Майкл. Третье. Ещё в апреле 2020 года актёры, сыгравшие Франклина и Майкла, в прямом эфире в инстаграме просили Rockstar добавить их в GTA Online. Как итог, Франклина добавили, был большой хайп по этому поводу, теперь само собой ждём Майкла. Переходим дальше, из интересного, появилась информация, мол, в одном из следующих обновлений для GTA Online Rockstar Games дадут возможность игрокам создавать свои собственные миксы и биты. Учитывая, что за последние несколько лет разработчики очень сильно углубились в музыкальную индустрию, эта информация похожа на правду. Куча новых радиостанций, диджей в ночных клубах и на Каю Перика, коллаборация с Доктором Дре и не только, много всего музыкального появилось в мультиплеере за последние годы, создание своих собственных битов и миксов звучит, конечно, странновато, но такой контент определённо может появиться и я бы очень хотел на это взглянуть. Ну и напоследок, печальные новости для владельцев старых консолей PlayStation 4 и Xbox One. По словам Тестфанса, Rockstar уже довольно давно собирались отказаться от поддержки новыми обновлениями по SDG, но не делали этого из-за не очень хороших продаж консолей нового поколения. Теперь же многое поменялось, совсем скоро ПК-версия игры получит весь эксклюзивный контент с консолей нового поколения и плюс ко всему подписку GTA+. Как только это произойдёт, я не вижу ничего, что мешало бы Rockstar попрощаться с PlayStation 4 и Xbox One, потому что на всех поддерживаемых платформах будет подписка GTA+. Как-то так? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что ждёте от зимнего обновления, будет интересно почитать. Прямо сейчас в моём телеграмме проходит розыгрыш 1 миллиарда долларов в GTA Online, обязательно участвуйте. Ну и само собой подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Как обычно, я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok